Транспорт в последнее время стал больной темой для нашего региона. Ситуация неспокойная и с маршрутными, и с таксомоторными перевозками, не говоря уж об авиа- и ЖД-сообщении. В четверг на вопросы журналистов по этой непростой теме отвечали зампред правительства Александр Фомин и председатель областного комитета по транспорту Василий Силкин. Зампред похвастался успехами аэропорта Южный. Руководством аэропорта были получены сертификаты на целый ряд аэродромных служб и дополнительно были внесены дополнительные типы воздушных судов, которые может принимать аэропорт, таких как Боинг 737, Ту-204, Ту-214, Аэробус А319. Отремонтирован новый зал аэропорта и работы по ремонту и снаружи, и внутри уже на втором этаже будут продолжены. Правда, позже добавил, что несмотря ни на что аэропорт предприятие убыточное. Его долг перед правительством Москвы составляет уже более 100 миллионов рублей. Так что его хотят как можно скорее передать в руки инвесторов, ибо тащить такую финансовую ношу региону не по силам. С сухопутным транспортом тоже не все гладко. Не так давно на рынке маршрутных перевозок снова произошел переворот. Не успели предприниматели вдоволь нарадоваться тому, что отсудили возможность работать без маршрутной карты, как в облдуме приняли новый закон, который вернул все на круги своя. Правда, новый документ пока не совсем адаптирован к реальности. Так, разрешение выдается на машину, но госномер транспортного средства в нем не указывают. Так что конкурс можно выиграть на одном автомобиле, а по маршруту пустить совершенно другой. И это будет легально. Форма маршрутной карты разработана нами, и она утверждена постановлением правительства. Всегда можно внести изменения. Но вначале мы хотели просто утвердить вот ту форму, которая на сегодняшний день существует. Там указан четко маршрут движения, по которому будет следовать данные транспортные средства, предположим, Иваново кинишми. Передать ее другому перевозчику, который будет работать Иваново, ВИЧу уже невозможно. Правда, в пределах одного маршрута это никак не контролируется. К чему приведет новый закон, пока неизвестно. Ясно одно, перевозчиков такие перемены вряд ли обрадуют. В сфере легкового такси пока без потрясений. Сотрудники комитета продолжают штрафовать нелегалов и выдавать перевозчикам разрешение. В 2013 году это уже более 800 карточек. Правда, есть информация, что федеральное правительство готовит для нелегалов новые круги ада. Но это пока только слухи.